Уже на подходе к стадиону слышен рев моторов. Лучшие мотогонщики России приехали в Уфу на командные соревнования Темпионата России по спидвей на льду. За победу боролись команды из Уфы, Нефтекамска, Каменск, Уральского и Тольятти, а также австрийские спортсмены. Мотогонки на льду спортсмелых и оттяненных. Это крутые опасные виражи, огромные скорости и азарт. Несмотря на морозный день, стадион «Строитель» собрал самых преданных любителей мотокросса. По традиции в Уфе на мотогонки приходят целыми семьями. Пока дети играют, взрослые обсуждают заезды и вспоминают гонщиков, которые принесли Уфе международную славу. Это целое поколение, вот этот мотоспорт. Поэтому, сколько я себя помню, столько я и присутствую на стадионе. Очень хотелось бы обратить внимание и городских властей, и властей республики Башкортостан на этот вид спорта. Это целая легенда. Это целое движение. Это визитная карточка нашей республики. В воскресенье самым драматичным стал 17-й заезд. На вираже столкнулись Андрей Шишиков из Нефтекамска и Динар Валиев из Каменск-Уральского. Наш земляк смог продолжить соревнования. А вот гонщик из Свердловской области получил перелом правой ключицы и выбыл из борьбы. Результатом четвертого этапа команды из Тольятти и Уфы набрали по 30 очков. Судьбу первого места решила очная дуэль Николая Красникова и Данила Иванова. Гонщик из Тольятти на мгновение потерял равновесие и уже не смог догнать Красникова, который принес победу Башкирии. Прошли экватор командного чемпионата Суперлиги. Два первых этапа состоялись в Каменске и Уральске. Это еще в декабре 2017 года. Там у нас был первый день, мы заняли второе место, второй день выиграли. Здесь лучший результат. Два дня подряд выиграли. Сейчас у нас на четыре балла мы опережаем Мегаладу. После четырех из шести этапов чемпионата России лидирует уфимская команда. На втором месте гонщики из Тольятти тройку сильнейших замыкает Нефтекамск. Но окончательно победитель определится только в феврале после пятого и шестого этапа, которые пройдут в Тольятти. Андрей Шарыгин, Роман Нагуманов, городской телеканал ЮТВ.